Как познакомиться с мужчиной в ресторане? Как все сложно, как все плохо, где же мой спасатель, который придет? Вы же, когда приходите в заведение, что вы делаете? Вы же сидите как вкопанные. Вы же сидите, как будто вас прибили гвоздями к этому столу или к дивану. И сидит, сидит и не встает. Пойми, пожалуйста, психологию мужчин. Ой, они же подумают, что я там эскортница. Я думаю, да что я буду нафигаться, что я буду там рисковать? Сейчас меня еще пошлют, я не понимаю, какая она. Ой, обозналась, подумала, на моего одногруппника вы похожи. Все, замуж не выйдете. Все, достойного мужчину не встретите, если не будете махать ручкой. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. Прежде чем мы перейдем к нашей теме, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Почему я решил записать это видео? Ну вы же бываете, я надеюсь, что вы не живете в четырех стенах, да, или стенах, как правильно, или там в квартире, в пещере где-то. Я думаю, что вы социальный человек, женщина, девушка. И вы бываете в кафешке, может быть где-то на завтраке, может быть где-то на ужине. Ну в крайнем случае раз в неделю где-то там сменяете обстановку и ходите скушать салатик. Может быть выпить кофе, может быть водички выпить, фрешек выпить, с подружками встретиться. Или на день рождения кому-то прийти. И я думаю, что неплохо было бы, да, если ты сейчас не в отношениях, не замужем. И если бы с тобой знакомились достойные мужчины. И при этом, да, видео у нас называется «Как познакомиться с достойным мужчиной». И казалось бы, что ты сама, наверное, сейчас тут что-то будешь делать. На самом деле нет. На самом деле я хочу объяснить, как же помогать мужчинам в заведениях, в ресторанах, где ты там бываешь иногда, или случайно, или специально. Чтобы они проявляли большую активность и не тупили, не смотрели, да, не в телефоны смотрели, не на тебя просто рассматривали как музейный экспонат. А еще как бы действовали. Как же им в этом помочь? Как же их, можно так сказать, на это вдохновить? Первое. Я считаю, что, знаешь, важен настрой. Ну, знаешь, перед тем, как ты заходишь в рейстик куда-то или в заведение, определись настроением. Во-первых, будь сама в хорошем настроении. Если у тебя не хорошее настроение, ну, сымитируй его, ну, хотя бы на время, да, сымитируй хорошее настроение. И знаешь, такой настрой, что я классная, классный вечер, я классная, все классные, все круто и все прекрасно. Вот это должен быть настрой. Дальше, когда ты заходишь в рейстик, сразу же, знаешь, проблема какая есть, скованность, да, как-то, ну, незнакомая атмосфера, много людей как-то. Чтобы эту скованность убрать, в этом помогает, когда ты, знаешь, заходишь, там есть ресепшн какой-то, есть девушки, там, например, которые проводят, садят за столики, как это называется, хостес, да, или хост. Вот, здоровайся с ними, здоровайся, добрый день, доброе утро, там, добрый вечер, будь приветлива изначально с незнакомыми людьми. То есть, это важно. Это сейчас никак не влияет на знакомство с мужчинами, но это важное влияние на твое настроение. Поэтому здоровайся, там, добрый день, добрый вечер, желай там хорошего настроения и представь, как будто бы, знаешь, как будто бы тебя здесь все знают и ты всех знаешь. Ну, как бы попробуй сымитировать такое настроение, опять же, для себя же. Дальше, если же мужчины какие-то выходят на встречу или ходят на встречу, я тебе рекомендую с ними здороваться. Здоровайся с ними, говори привет. Хорошо, можешь, если ты слишком правильно официально, добрый день, добрый вечер. Ну, лучше привет, привет, привет. Да, первые разы будут неловко, но если ты сделаешь 2-3 раза для себя, вот такой, знаешь, растопишь лед, тебе будет легко. И делай вид, знаешь, как будто, даже если ты видишь его первый раз, понятно, что, как бы, видишь, когда мужчины там адекватны, да, неадекватны, им не нужно приветствовать. Привет, привет, привет. То есть, как будто бы, они, конечно, будут на тебя удивлены смотреть и думать, что вы знакомы давно, да, или будут думать, а где же мы с вами. А, если он с девушкой рядом или с женой, не нужно этого делать. Только, если ты видишь, что мужчина точно один. Но не это даже сейчас самое главное. Дальше, то есть, я тебе рекомендую здороваться, со всеми здороваться и изначально на это настраиваться еще перед заходом. Что я сейчас захожу, и я здороваюсь с охранниками, с хостесами и какими-то мужчинами, которые идут на встречу, я всех приветствую, как будто мы давно знакомы. Потому что, если ты не настроишься, в моменте тебе станет страшно, ты будешь скована, и ты в момент, уже в середине этого всего, будет сложно это делать. Дальше, следующий момент. Когда ты сидишь за столиком, банально, да, не надо втычить только в телефон или под ноги, или куда-то в окно, периодически посматривая по сторонам. Не как взглядом ищущего голодного волка или волчицы, да, которые ищут завоевателей или там, я не знаю, кого, чтобы кто-то подошел, меня наконец-то завоевал или осчастливил. Просто смотреть. Ну, главное, чтобы взгляд не был ищущий, голодный, перепуганный, лани какой-то, да, которая убегает, может быть, от кого-то. Ну, и опять же, если ты видишь, что мужчины где-то есть напротив, рядом, там где-то, они без женщин сидят, ну, старайся, чтобы ваши взгляды иногда пересекались. И как только ваши взгляды пересекаются, не нужно играть в игру, кто кого пересмотрит, кто кого круче. Вот кто первый отведет взгляд, значит, там, мужчина слабый или он не крутой. Нет, если взгляды пересекаются, это нормально, если ты застеснялась, засмущалась и отвела взгляд. Конечно же, важно, чтобы твое лицо излучало позитив, а не трагедию, а не грусть, печаль, депрессию, кризис, как все сложно, как все плохо, где же мой спасатель, который придет, да. Не лицо такой холодной офигенной королевы, когда я такая вся классная, так все классно. Вот это тоже не нужно. Просто спокойный позитив. Дальше. Даже вот то, что я сейчас скажу, это самое будет простое, и оно очень круто работает. Это то, чего не делают большинство девушек. Вы же, когда приходите в заведение, что вы делаете? Вы же сидите, как вкопанные. Вы же сидите, как будто вас прибили гвоздями к этому столу или к дивану. И сидит, сидит и не встает. Пойми, пожалуйста, психологию мужчин. Вот смотри, он сидит и увидел тебя за столом где-то. Он же не понимает. Да, он видит что? Он видит верхнюю часть тела. То есть, да, ты ему можешь быть привлекательной, красивой, привлекательной и интересной для него. Но он не понимает, какая ты в целом. Понимаешь? И это часто останавливает мужчин. Потому что он не понимает, какая ты в целом. Он при этом, конечно же, еще у него есть страхи, что ему откажут, что его пошлют, как это было когда-то. Нет мужчин, которых не посылали грубо. У всех есть мужчин такой опыт негативный. Поэтому я считаю, что поставлю для себя правило, что условно каждые 20 минут, ну максимум каждые полчаса, ну я бы поставил 20 минут, выходить в уборную. Выходишь в уборную. Только не надо это делать тоже как-то, знаешь, типа львицы, соблазнительницы какой-то. Просто выходишь в уборную. То есть, ты должна проходить, ну ходить по этому заведению, чтобы мужчина мог тебя рассмотреть. Чтобы он мог тебя оценить для себя. И чтобы он мог ощутить, ну опять же, не только визуально, ты же когда проходишь, это же и твоя энергия. Это в целом твой некий шарм, да, по которому мужчине еще более понятно поможет либо усилить его интерес к тебе, ну либо наоборот он поймет, что нет, эта девушка там условно не в моем вкусе. И это тоже будет крутым результатом. Но поверьте мне, если вы поставите хотя бы для себя такое правило, выходить каждые там 20 минут условно в уборную, то есть, если ты на час в заведении, то ты, наверное, там раза три должна выйти. Это очень круто работает и помогает мужчинам тебя рассмотреть. И поверьте, очень много знакомств, которые не состоялись, когда мужчина просто увидел тебя, да, ты для него привлекательна, но он не понимает, какая ты в целом. И он думает, а что я буду напрягаться, что я буду там рисковать, сейчас меня еще пошлют, я не понимаю, какая она. Или я с ней познакомлюсь, а она встанет, и я пойму, ой, нет, это там не мой вкус. Поэтому это очень важно. И это очень важно. Понимаешь, ну скажи мне, зрение, линзы, там что-то забыла одеть и как-то не рассмотрела, перепутала в любой момент. И понимаешь, все, что для этого нужно. Заметьте, я тебе не говорю, идти соблазнять кого-то, завоевывать кого-то, пахать на трех работах. Я тебе просто говорю, подними ручку. Подними, просто махни ручкой. Потом можешь сказать, что у тебя просто дернулась рука. При этом нужно самой получать удовольствие. Если ты при этом как голодная кошка, голодная тигрица, да, кто бы, ой, кто бы со мной познакомился, ой, как мне плохо. Но это чувствуется. То есть просто с удовольствием. И не важно, какой будет результат. И не важно, кто что подумает. Но я понимаю, что вы напишите отмазки, да. Ой, они же подумают, что я там эскортница или там какая-то. Это ваше ограничение. И поймите, пожалуйста, я же не заставляю этого делать. И я не говорю, что если вы этого делать не будете, все, замуж не выйдете. Все, достойного мужчину не встретите, если не будете махать ручкой. Если не будете со всеми здороваться. Если не будете каждые 15 минут выходить в уборную. Все, на всю жизнь будет одна. Нет, я этого не говорю. Просто если вы хотите, ну, некого, какого-то, знаете, такого челленджа в жизни. Больше эмоций. Увеличить количество знакомств. И еще при этом убедиться в том, что такие проявления, они притягивают, на самом деле, качественных мужчин. И мужчины, они потом перехватывают инициативу и дальше действуют. Это круто работает. Поэтому, если взгляды пересекаются, или какой-то раз уже ты сидишь и пересек... Ну, помаши ему ручкой. Да, можно и вообще позвать. Ну, я понимаю, что это зависит от самооценки. От уверенности в себе. От некой, даже в какой-то степени, в хорошем смысле, наглости. Да, что можно позвать мужчину. Но я считаю, что этим самым ты помогаешь мужчине не тупить. Ты как бы показываешь свою открытость. Я открыта. И мне интересно. И ты это показываешь. А не играешь в игру экстрасенс. Догадайся, угадай, прочитай мои мысли. Подойди там. Ну, это, к сожалению, мужчины... Я понимаю, что вам бы хотелось, чтобы мужчины умели читать ваши мысли. Но этого, к сожалению, в жизни не происходит. Просто попробуй. Просто, знаешь, попробуй сделать это один вечер. Ну, знаешь, просто перед заведением, да, скажи себе, так, я сейчас зайду, я поздороваюсь минимум с тремя мужчинами на входе. Я сяду за столик, я помашу там минимум хотя бы одному мужчине. И я выйду там в уборную столько-то раз. Просто попробуй. Если не понравится, если не работает, окей, не делай этого. Значит, главное, я считаю, что ключевое критерие, нравится тебе это или нет. Попробуй, понравилось, класс, продолжай. Не понравилось, не продолжай. Еще раз, это видео посвящено, заметьте, я не говорю там, прокачивай себя как женщину, понимая психологию мужчин. Это видео посвящено только ответу на вопрос, как это можно сделать в заведении, приложив небольшое количество усилий. Более подробно, как прокачивай себя как женщину. Как привлекать достойных мужчин в свою жизнь, при этом не обязательно ходить даже в рестораны. Как создавать по-настоящему счастливые отношения. Как перезагрузить непонятные отношения, если уже мужчина, может быть, охладел. Или, возможно, уже в отношениях присутствуют измены. Как это изменить? Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока!